Привет, бегуны! С вами Дмитрий Копацкий, и сегодня мы поговорим с вами о том, могут ли Apple Watch конкурировать с гарминами. Но для начала давайте определимся, что же такого должны уметь Apple Watch, вернее, чего они не умеют сделать из коробки, чтобы они могли конкурировать с гарминами. Apple позиционирует свои часы как спортивного помощника практически в любом виде спорта или в любой физической активности. Вы можете выбрать любую подпрограмму для любой физической активности и с помощью нее отслеживать, сколько вы прошли шагов, какое расстояние пробежали, какое у вас было сердцебиение, где все это происходило, и потом все это анализировать во встроенном приложении. И если все так замечательно, то для чего же могут потребоваться спортивные часы, чем могут не устраивать Apple Watch? И ответ такой. Если вам достаточно просто отслеживать вашу физическую активность или вы только собираетесь заняться спортом, то Apple Watch – это отличный выбор. Но как только вы хотите использовать ваши часы не просто для отслеживания активности, но и как помощника, который поможет вам в тренировках, здесь становится все не так просто и приятно. Допустим, вы хотите провести беговую тренировку, которая состоит из следующих этапов. Разминка полтора километра, 10 интервалов по 200 метров с поддыхом между ними в полторы минуты и заминка в один километр. Во встроенном приложении вы просто не можете все эти интервалы вбить в нужные последовательности, чтобы часы подсказывали вам, где вы находитесь и какой из отрезков тренировки вам нужно сейчас выполнять. Да, вы можете отбивать круги на ваших часах, чтобы потом проанализировать результаты в приложении, но это превращает тренировку в ад. Можно скачать стороннее приложение, например RunKeeper или Endomonda, которая, кстати, почти закрылась, или RunTastic или Night Run Club и тренироваться там. Практически во всех этих приложениях есть неплохие тренировочные планы, но как только вы захотите настроить свою тренировку, вас попросят купить подписку, которая стоит в районе 50 долларов в год. Кроме того, из этих приложений очень тяжело достать свои данные и экспортировать их куда-то, например, в Страву. А Страва – это социальная сеть, которая стала стандартом де-факто для бегунов, велосипедистов и прочих триатлетов. И вот на этом этапе у вас может возникнуть желание купить себе спортивные часы. По крайней мере, у меня такое желание возникло. Ведь спортивные часы позволяют настроить любую тренировку, экспортировать данные одним щелчком мышки. Но Apple Watch мне очень нравится как гаджет. И смарт-функции спортивных часов сильно урезаны, чтобы обеспечить им их гигантскую автономность. Я потратил полдня, сидя на ютубе и просматривая отчеты и обзоры всевозможных спортивных приложений для Apple Watch. И нашел одно, которое превращает Apple Watch просто в убийцу Гармена. Приложение называется iSmooth Run. Оно платное, стоит 5 долларов. Но это ничто по сравнению с годовой подпиской на RunKeeper или со стоимостью новых спортивных часов. Ну что ж, давайте я вам расскажу и покажу, что умеет это приложение, как его настраивать. Оно состоит из двух частей. Одна часть устанавливается в телефоне, вторая в часах. Давайте начнем с приложения для телефона. И сразу же проходим в настройку создания тренировки. Допустим, мы хотим пробежать разминку в 15 минут, 5 интервалов по 100 метров с восстановлением в 1 минуту, потом темповые 3 километра и сделать заминку в 10 минут. Первым делом вводим имя нашей тренировки. Теперь нам нужно создать все интервалы, которые мы будем использовать в нашей тренировке. Начинаем с разминки. Мы можем выбрать время или расстояние. В нашем случае выбираем время 15 минут. Теперь перейдем к настройке наших интервалов. Мы можем выбрать интервалы как по времени, так и по расстоянию. В нашем случае выбираем расстояние. 100 метров. Теперь мы можем выбрать целевой темп или целевой пульс. Мы выберем темп 4 минуты. И теперь 1 минуту восстановления. Тоже можно выбрать либо время, либо расстояние. Следующий интервал у нас темповые. 3 километра. Опять выбираем расстояние. 3 километра. Целевой темп. Хотя пусть будет пульс в 4 зоне. И теперь переходим к заминке. Заминка у нас по времени 10 минут. Все готово. Теперь можно собрать нашу тренировку. Итак, из созданных ранее интервалов мы выбираем разминку. Теперь интервалы. Выбираем им 5 повторов. Вот. Так, 5 раз. Теперь выбираем темповый отрезок. И, наконец, заминку. Все. Все готово. Если нужно, можно отредактировать наши данные. Давайте немножко пройдемся по настройкам. Результаты наших тренировок мы можем экспортировать в огромное количество сторонних сервисов, в том числе и здраво. Кроме того, мы можем как угодно настроить внешний вид стартового экрана нашего приложения и подключить наши часы. Причем это может быть не только Apple Watch, но и Pebble, если кто-то помнит, что это такое, или какие-то другие еще часы. А если нет часов, мы можем запустить тренировку прямо на телефоне и тренироваться с телефоном без часов. Это, конечно, не так удобно, но вполне возможно. Давайте теперь посмотрим, как это работает на часах. Запускаем приложение. Начинаем новую сессию. Выбираем тренировку. Она сразу же появилась в часах. Нажимаем старт. И тренировка началась. У нас есть несколько экранов. Самый первый экран для управления. Это отбить круг, поставить метку, пауза, стоп или включить режим бассейна, если вы плаваете. Центральный экран – это общая статистика по тренировке. Общее расстояние, средний темп, сердцебиение и также зона пульса, в которой вы сейчас находитесь. И еще один экран с данными по конкретному интервалу, который вы бежите. Все это кастомизируется. У меня настроено, опять же, общее расстояние, темп и пульс. Чтобы остановить тренировку, мы можем нажать кнопку на экране или же воспользоваться физическими кнопками. Если мы их нажимаем одновременно, тренировка останавливается и точно так же наш по нажатию запускается. Если мы нажимаем stop and save, наша тренировка автоматически сохраняется в телефон и дальше мы ее можем анализировать в телефоне, либо автоматически экспортировать туда, куда нам нужно. Такое вот приложение. Надеюсь, вам стало понятно, что с помощью него можно делать и что нельзя делать. Естественно, я прекрасно понимаю, что никакое приложение не может убрать главный недостаток Apple Watch, а именно ничтожное время работы от батареи. Но, с другой стороны, если вы собираетесь бегать ультрамарафоны или уже их бегаете, наверняка у вас есть спортивные часы или они вам не нужны. Так что эта информация будет вам не очень релевантна. Если вы пользуетесь каким-то другим приложением, которое еще круче, чем iSmos Run, пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Если же у вас есть мысли о том, как тренироваться с помощью Apple Watch или о том, что нужно обязательно тренироваться с помощью других часов, тоже, пожалуйста, напишите. Мне очень интересно, как я могу улучшить свои тренировки. С вами был Дмитрий Копацкий. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, если вам не понравилось. И увидимся в следующих выпусках. Пока.